Очень эффективная омолаживающая антивозрастная маска. Отличная альтернатива дорогостоящей косметической процедуры шоколадное обертывание. Шоколадная маска делает кожу плотной, упругой, эластичной, разглаживает морщины, одновременно в момент подсыхания дает легкий подтягивающий эффект. Маска простая в приготовлении. Эффект вы увидите сразу после всего лишь одной процедуры. Я уверена, что эта маска станет вашей любимой. Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. И сегодня я вам предлагаю сделать очень простую антивозрастную омолаживающую маску. Маска универсальная, подходит для всех типов кожи. Маска подходит для ухода за кожей лица, за кожей шеи, за кожей зоны декольте. Также эта маска эффективно разглаживает и убирает морщины под глазами. И давайте приступим. Для приготовления шоколадной омолаживающей маски для очень зрелой, дряблой и увядающей кожи нам понадобится какао-порошок. Какао-порошок берем 1 столовую ложку без горки. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится крахмал. Крахмал можно взять обычный картофельный, также можно взять и кукурузный крахмал. И добавляем в сухой какао-порошок 1 столовую ложку крахмала. Затем нужно перемешать 2 сухих компонента. Следующий ингредиент для приготовления сегодняшней маски нам понадобится крепко заваренный зеленый чай. Можно использовать также и отвар лекарственных трав. Нам понадобится 1 столовую ложку зеленого чая. Добавляем 3 столовые ложки зеленого чая. Затем нужно все очень хорошо перемешать. Следующий ингредиент для приготовления сегодняшней маски. Нам понадобится касторовое масло. Добавляем 5 капель касторового масла. Затем нужно все очень хорошо перемешать. Следующий ингредиент для приготовления сегодняшней маски нам понадобится глицерин. Глицерин добавляем также 5 капель. И опять все очень хорошо перемешиваем. Маска получается очень приятной консистенции. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней. Лучше всего эту маску использовать на хорошо очищенную или распаренную кожу лица, если у вас нет купероза. Лучше всего эту маску использовать в бане, в сауне или в горячем душе. Наносить эту маску нужно по кожным массажным линиям. Наносить нужно на кожу лица, на кожу шеи, зоны декольте. Также эту маску можно наносить и на кожу вокруг глаз. Наносить нужно по кожным массажным линиям. И использовать в течение 2-3 дней. Если использовать эту маску нужно 2-3 раза в неделю, для достижения наилучшего результата можно использовать эту маску курсом. В течение 3 дней делаем курс этой маски, затем 3 дня перерыв. Держать эту маску нужно не менее 25 минут. После истечения этого времени промокните кожу лица теплым махровым полотенцем. И легкими массажными движениями начинайте смывать эту маску. После того, как маску смыли теплой водой, ополосните кожу лица прохладной водой. Эта маска требует дополнительного тонизирования кожи. Протрите кожу лица кубиком льда с заваренными лекарственными травами. Либо протрите тоником, который, я уверена, вместе со мной вы уже сделали. Кто еще не сделал домашний тоник, обязательно посмотрите видео рецепта приготовления домашних тонизирующих средств. Ссылку оставлю в первом закрепленном комментарии. Затем нанесите легкий увлажняющий или питательный крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всем мира, добра и красоты. И я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!